Дети и взрослые занимают места в зале, а за перегородкой актеры готовятся к представлению. Несмотря на указания в афише, что спектакль для детей, авторы его считают, что эта история будет интересна всем. Взрослые, они в душе все равно дети. Некоторые спектакли можно смотреть от нуля и до восьмидесяти. Поэтому нет такого, что это только для детей, это только для взрослых. Они как бы обширны. Для того, чтобы дети приобщались к миру прекрасного, здесь созданы все условия. Одна из традиций в Горках Ленинских, специально для детишек в фойе можно взять мягкие подушки, чтобы маленькие зрители располагались прямо у сцены и ничего не пропустили. Взрослые посещают подобные мероприятия также с большим удовольствием. Смотрим только пока кукольный театр ходим. Ну, в принципе, стараемся развивать, прививать там не только кино, планшеты, компьютер, но чтобы она смотрела вот такого плана спектакля. Хочется, чтобы ребенок больше проводил здесь время, смотрел вот разнообразные спектакли, чтобы ей, может, на пользу это пойдет для развития, так сказать. Театр «Перчатка» имеет богатые традиции и с большим успехом гастролирует со своими выездными спектаклями по всей стране от Прибалтики до Владивостока. Придуманное когда-то название, несмотря на расширение театральных возможностей, менять не стали. Изначально это были только перчаточные куклы, этот театр был создан 30 лет назад. Сейчас это люди и куклы всевозможных видов, но название осталось, нас так все уже знают, поэтому название мы не меняем. Это представление – синтез сразу нескольких театральных приемов. Здесь и куклы, и актеры, и ростовые куклы, и марионетки. В спектакле представлено 11 персонажей, которых исполняют всего трое актеров. Как лесовик весну встречал, не спектакль в привычном понимании этого слова, потому что по ходу представления актеры и куклы активно общаются с маленькими зрителями. Подобные зрелища устраивались на ярмарках и народных гуляниях. Весеннее настроение – вот то главное, что хотели передать артисты тем, кто сидит в зале. И судя по реакции маленьких зрителей, им это вполне удалось. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.